Так, всем привет! Сегодня у нас будет ролик о том, как встроить в Tango 2 маленький приемник, который будет работать у нас в качестве передатчика и сидеть внутри аппаратуры. Собственно, для этого нам понадобится Happy Model EP2 Dual, потом, собственно, плата Module B от Tango 2. И еще обязательно нужен Back на 5 Вольт, чтобы понизить питание с аппаратуры до 5 Вольт. Разбираем аппаратуру. Сначала снимаем резиновые ручки, потом выкручиваем болты. Болты, кстати, сидят очень глубоко, и шляпка у них такая же, как и на M2 болтах, поэтому Xiaomi отвертка туда не влезла. Но спасли ключики, которые идут в комплекте к разным камерам. Паяться мы будем к обратной стороне Module B. Если смотреть снизу, то первый порт это S-порт, потом земля, потом питание. Кидаем на пятачки немножко в флюс и приступаем к пайке. Здесь распиновку можно увидеть наглядно, что желтый провод у нас это S-порт, то бишь сигнальный, а черный и красный это питающие, которые идут на вход бэка, который будет понижать напряжение до 5 Вольт. Вот так выглядит промежуточный этап пайки. У нас есть 5 Вольт, земля и S-порт. Паяем на приемник наши три провода. Желтый провод у нас идет на TX, это S-порт. Красный на 5 Вольт от S-бэка и черный на землю, это земля. После этого втыкаем шлейф. Обратите внимание, что синяя полосочка должна быть сверху на обоих концах шлейфа. Включаем нашу Tango 2 и переходим в настройки модели и включаем на внешнем передатчике, то бишь external RF протокол Crossfire. Таким образом, после активации протокола на внешнем передатчике у нас пойдет питание на наш приемник и мы можем дождаться, когда он поднимет Wi-Fi и переведем к настройке. Для своего удобства я цепляю приемник домашней сети Wi-Fi для того, чтобы впоследствии настраивать его уже непосредственно с компьютера. Просто выбираем домашнюю точку и вводим пароль. Из-за того, что на самом компьютере Wi-Fi у меня нету, а подключен он кабелем в роутер, я захожу в роутер и иду смотреть, какой IP-адрес у нас получил приемник, чтобы на него зайти. Скорее всего, вам не придется это делать, если вы находитесь в одной Wi-Fi сети из компа и из приемника. В подключенных к Wi-Fi устройствам мы видим ELRS-RX и его IP-адрес, который будет использоваться и для прошивки, и для настройки. Выбираем все так же, как у меня на видео, это SX1280E28DIYTX. Выставляем галочки, как у меня или на свой вкус, я обычно убираю перед датчиком автовайфай, потому что он им ни к чему. Внизу в девайсах я вручную вставляю IP-адрес, который мы добыли из роутера, и нажимаю стрелочку вниз и force flash для того, чтобы принудительно сменить прошивку приемнику на передатчик, иначе он не прошьется. Мы видим заветную зеленую надпись SUCCESS, значит все у нас получилось и мы идем дальше. Далее переходим по ссылке из описания этого ролика на pull-request.js.meet, качаем оттуда JSON-файл, обращаем внимание, что он сохраняется у нас в TXT, поэтому меняем ему расширение. После этого вбиваем в браузере IP-адрес нашего приемника, slash hardware.html, и вставляем JSON-файл. После этого жмем внизу Save and Reboot. Если после прошивки наш передатчик еще никак не светился и оказался неживым, то после перепиновки JSON-файлом он уже правильно засветился, и мы можем зайти в скрипт TBS-агента и обнаружить, что мы видим здесь наши LRS, и все готово. Мощность у такого передатчика из приемника получилось всего 50 мВт, но этого с головой достаточно для всяких вупчиков и полетов вокруг себя. Теперь нам нужно куда-то его запрятать. Сверху я места особо не нашел, поэтому откручиваем материнскую плату и смотрим, что там внизу. После снятия материнской платы у нас сходу выпадают стики, которые, похоже, вообще ни на чем не держатся, поэтому вынимаем их, кладем в сторонку и ищем, куда присобачить приемник. Если вы этого еще не сделали, то напоминаю, что нужно заизолировать все наши платы, которые будут валяться внутри, чтобы они никуда не коротели. Удачным местом для приемника я нашел вот этот шилдинг внутри и туда его и прилепил. Антенны я решил приклеить внутри к корпусу тоже просто на двусторонний скотч и как раз они будут сверху и не будут перекрываться пальцами при хвате апы. Получилось приемлемо. Вставим материнскую плату на место и прикручиваем болтами. В процессе очень неудобно вываливаются стики, поэтому нужно делать все аккуратно. Ищем место для приемника. Место, куда можно спрятать плату модульбея и оно неплохо прячется под батарейкой. Устанавливаем обратно батарейку. Она крепится на такую хитрую велкру плотную, поэтому нажимаем и все готово. Скручиваем обратно корпус и будем проверять. Включаем аппаратуру, заходим в меню скриптов, открываем TBS Agent Lite. Видим, что наш ELRS на месте, все настройки подгружаются, а значит все работает. Далее можно заменить скрипт на родной скрипт ELRS. Ну и собственно все. Всем спасибо, всем пока.